Встреча началась с обзорной экскурсии по зданию суда. Дети посетили музей истории судебной системы. Им рассказали, как выглядели первые процессы, яркие черты судебной системы советского периода и как она выглядит сегодня. Кроме того, детям прочитали лекцию по профилактике преступления, поиграли в правовую викторину, ответ вопрос и устроили фотосессию в зале суда. К нам прибывают подростки в основном из категории, находящихся в конфликте с законом. Это целевая аудитория для того, чтобы мы могли уже целенаправленно работать с теми подростками, которые совершили те или иные правонарушения, либо состоят на учёте в органах внутренних дел по тем или иным причинам. Затем гости поприсутствовали на судебном заседании по уголовному делу. Организаторы встречи подобрали такой процесс, состав преступления которого связанный с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, где подсудимому наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. Они стали свидетелями решения судьбы человека. Позже дети рассказали, что некоторым даже было страшно войти в зал судебного заседания. Судьи надеются, что именно такие меры профилактики уменьшат число преступностей среди подростков. 4 мая, когда мы провели первые мероприятия и находились дети, которые находились в центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, по их отзывам самое большое впечатление на них произвело присутствие в зале судебного заседания при рассмотрении настоящего уголовного дела. Рассматривалось уголовное дело в отношении лица за незаконный оборот наркотических средств. Встречи будут проходить в течение всего мая, перед летними каникулами, когда контроль взрослых ослабевает и происходит всплеск детской преступности. Именно поэтому особое внимание уделено детям, находящимся в группе риска. Одной этой экскурсии нет. Это должен быть комплекс мероприятий. И наши мероприятия – это только капля в море. Соответственно, любое мероприятие, если даже один несовершеннолетний изменит свое поведение, это будет результатом нашей деятельности. Я думаю, все равно как-то это будет влиять на детей. Совместная работа проводится по профилактике преступности, а также привлечению детей к социально полезной деятельности. Сегодня удалось побывать детям из поселка Кайхем и студентам из Тувинского сельскохозяйственного техникума. В здании суда мне больше всего запомнилось суд, то есть там, где суд проводится, музей. Экскурсия была довольно интересной. Рассказали много всего интересного, что мне удалось все запомнить. Я думаю, что я в будущем не буду совершать таких ошибок, как тот подсудимый в зале суда. Все мои предположения сначала были с телевизора, но потом, когда я сюда первый раз пришла, некоторые мои стереотипы просто разрушены. Больше всего запомнилось эти кандалы, которые вешали на преступниках и их виды наказаний. Это как 9 кругов ада, только в физическом плане, не в моральном. Судами республики в прошлом году было осуждено за уголовные преступления 133 подростка. Как показывает практика, количество преступлений не снижается. Контингент преступлений в отношении детей в республике также не сокращается. В прошлом году жертвами преступления со стороны взрослых стали 211 детей. Есть вероятность, что рост преступлений в отношении детей приводит к росту подростковой преступности, отмечают судьи. Из них за кражи было осуждено 42 подростка, за грабежи 28, за угон автомобиля 20 подростков и за разбойные нападения 8 подростков, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 7 подростков и за убийство 2 подростка. Из зала судебного заседания школьники последовали в конференц-зал, где председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Хелик Тулуш провёл личную беседу с детьми об уголовной ответственности несовершеннолетних. Встреча закончилась правовой викториной, награждением активных участников и вручением памятных подарков. Инна Клоян, Буян Магуш, Айдана Сенденма, телеканал ТУВА24.